Моё предыдущее видео называется «Мой пятнадцатый переезд». Это влог действительно с моего пятнадцатого, может быть, шестнадцатого переезда. Я очень часто слышу вопрос о том, Даша, почему ты все время переезжаешь? Даша, куда ты все время переезжаешь? Я сегодня решила ответить на этот вопрос. Возможно, я сегодня буду слишком откровенна, и не знаю, зря я это делаю или нет, но я вам расскажу историю о себе, почему и когда и как я так много переезжала. Итак, первые мои переезды были в моем городе, в котором я жила, в котором я родилась. Это город Новочебоксарск. Я родилась в той квартире, в которую я до сих пор приезжаю, когда возвращаюсь в родной город. Я прожила там года, наверное, три-четыре, я не знаю. Потом мы уехали в Москву. Мама, папа и я. Мы уехали в Москву. Мы жили в Москве, и в Москве мы жили в нескольких квартирах. Сначала это были Люберца, потом это было Беляева, потом это еще что-то. Я даже сейчас не помню, потому что я была маленькая. Но тогда я переехала несколько раз, наверное, раз в четыре. Три-четыре разные тогда и переехала. После чего мы снова вернулись в Новочебоксарск, и там мы жили еще до девятого класса. До девятого класса я жила, горя не знала. Потом у меня, как говорит мой муж, начался юношеский максимализм. И меня дернуло поехать в Москву. Причем, если большинство уезжают в крупные города, потому что они заканчивают школу и поступают в институт, то я школу не закончила. Я закончила девять классов, но планировала отучить с десятой-одиннадцатой. И поэтому я просто, так скажем, подговорила маму, мол, мам, не хочешь ли ты поехать в Москву? И мы поехали. Моя мама, она такая тоже безбашенная, как и я. И тут-то и начались все вот эти многочисленные, многочисленнейшие переезды. Сначала я уехала сама летом после девятого класса. Я приехала в Москву и поселилась у маминой подруги. Словом, мы жили в однокомнатной квартире. Я, мамина подруга, и ее дочь, которая меня младше на два года. Через месяц где-то уже приехала моя мама и устроилась на работу. Я пошла в школу, и все было замечательно. Потом, ну, нам было тесновато жить в однокомнатной квартире. Девчонки, знаете, собираться по утрам в одну ванную, и это было сложно. Естественно, мамина подруга тоже чувствовала некоторое давление с нашей стороны, то, что мы живем с ними. И мы решили снять с мамой комнату, потому что все же вдвоем жить в комнате комфортнее, чем жить вчетвером в однокомнатной квартире. Вы понимаете? Мы даже не были родственниками. Мы с мамой сняли комнату, и комната была прекрасная. Был очень хороший ремонт, была очень хорошая атмосфера, и я была очень счастлива. Но мы прожили в этой комнате совершенно недолго, потому что вскоре хозяева сказали, что они продают квартиру, и нам пришлось в срочном порядке за две недели искать другое жилье. И нам предпочтительнее было снять комнату в том же районе. Почему мы сняли комнату? Мы сняли комнату, потому что мы жили с мамой вдвоем. Я не работала. Я училась в школе и параллельном институте. Моя мама работала одна. Папа с мамой живут раздельно уже очень давно, поэтому, сами понимаете, финансов не так много, чтобы снимать квартиру. А мой отчим на тот момент, он был в Дагестане или в Чечне, я уже не помню, но по военной части. И тогда мы с мамой в срочном порядке нашли другую комнату, и это была полная противоположность той, из которой мы съезжали. Это был убитый ремонт, это были очень чудные соседи, это была субаренда. Короче, это было странно, но у нас не было выбора. Мы переехали, туда, прожили там еще месяца три, наверное, четыре, после чего вернулся мой отчим и тоже согласились переехать к нам в Москву. Конечно, согласились он не сразу, но, в общем, пока туда-сюда мы решили снимать квартиру. И тогда мы с мамой начали очень усиленные поиски этой самой квартиры, и мы нашли. Нашли мы квартиру в другом районе. Квартира классная, с хорошим ремонтом, близко к метро. Квартира, короче, была крутая. И прожили мы в этой квартире, я думаю, что года три. Три. Ну, не считая меня, потому что я вышла замуж. И из этой квартиры я ездила на метро каждое утро в школу. После школы я ехала в институт на другой конец Москвы. И оттуда уже ехала снова на метро домой, и это был сумасшедший год моей жизни. Я как вспомню, я даже не верю, что это было со мной. И вообще, оборачиваясь назад на свою жизнь, я иногда не верю, что это была моя жизнь, что это реально было со мной, с моим телом, со мной, что я это проживала. А потом я вышла замуж. Конечно, перед свадьбой я переехала к мужу. Мы жили с мужем, с его родителями. Потом я забеременела, у меня начался токсикоз, какое-то непреодолимое желание личного пространства. И после этого мы с мужем, точнее, наверное, это была моя прерогатива, хотя я не знаю, но, конечно, мы пришли к тому, что нам пора снимать свое жилье. И мы благополучно нашли квартиру. И, пожалуй, в этой квартире у меня самые яркие впечатления, потому что в этой квартире была, я провела большую часть своей беременности. И там я впервые в своей жизни была хозяйкой. То есть это была моя кухня, это была моя ванная, это было мое, хоть и съемное, но я была счастлива. И район был потрясающий. Для тех, кто живет Москве, это был район Юго-Западное. Это, значит, район у нас называется Тропарево-Никулино. Очень хороший район. Он находится в очень зеленой, так скажем, области Москвы. И там потрясающе просто. Но район очень дорогой. Мы снимали квартиру очень дорого и жили, так сказать, в проголоде, но зато в хорошем районе, в хорошей квартире. Был очень затратный период. Тогда нужно было и рожать, нужно было покупать ее для ребенка. Отовсюду только и слышалось, что деньги, 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 деньги. И тут вдруг уже прям после родов, точнее даже в тот день, когда меня выписывали из роддома, мой папа предложил нам с Лешей снимать на двоих квартиру. То есть у меня папа тоже снимал квартиру в этот момент. И нам нужно было как-то экономить деньги. И мы сошлись в том, что мы будем снимать вместе квартиру. Тем более у папа был уже готовый вариант. Квартира была практически в центре Москвы. И нам, в принципе, это понравилось. Тем более, как я посчитала, что это очень удобно жить вместе с моим папой, потому что он поможет когда-то с ребенком посидеть и все. Но мы недолго так прожили. Потом, как вы знаете, я не скрывала, что мы разошлись. Мы начали бракоразводный процесс с Лешей. И, наверное, это снова были мои гормоны. И я не знаю, что это было, но, так скажем, вместе с моим папой мы прожили совершенно недолго. После чего я снова уехала к маме, а Леша уехал к родителям. Вот так мы и жили. По прошествии, наверное, полгода мы помирились. И я снова переехала к Лешинам родителям. Мы так жили почти год. И вот сейчас, наконец-то, буквально месяц назад, мы купили себе квартиру побольше, чем та, в которой мы жили с родителями. То есть мы жили в двухкомнатной квартире. А теперь мы купили трехкомнатную квартиру. Родители купили себе однокомнатную квартиру. И поскольку наша трехкомнатная квартира еще пока не достроилась, мы живем в съемной двухкомнатной. Вот такой пирог. Ну, мы живем и сейчас в соседнем доме. Практически в соседнем доме с той квартирой, которая строится. Поэтому мы сейчас безмерно счастливы. Мы только вот сейчас, уже спустя три года, практически после свадьбы, начали жить своей семьей полноценно. Вот прям так, как, ну, по учебнику надо жить. А что я хочу сказать о своих переездах? Вот мне всего лишь почти 22 года. И я хочу сказать, что вот эти многочисленные переезды, это такая крутая школа жизни. Я поведаю столько людей, я поведаю столько мест. Я жилаю в хороших условиях и в плохих условиях. Не знаю, наверное, даже, что тебя завтра ждет. Это, безусловно, отдает себе чувство понимания того, что такое жизнь. Потому что ты реально понимаешь, как жизнь порой устроена и что сегодня так, завтра уже не так. Сегодня лучше, завтра хуже или наоборот. Поэтому вот эти вот бесконечные смены локации, они, конечно, отразились хорошо. Есть, конечно, обратная сторона медали. Мне очень быстро наедает какое-то место и мне хочется его поменять. Но я стараюсь работать над собой, стараюсь осесть на одном месте, потому что я понимаю, что в этом районе мне придется жить еще достаточно долго до тех пор, пока мы не накопим на дом. И, наверное, еще есть такой момент, как вот уехать из провинции в Москву. До тех пор, пока я училась, пока я вела достаточно активную социальную жизнь, я была бесконечно счастлива. Жить в Москве, в большом мегаполисе, в большом городе, я познала дружбу. Здесь я нашла любовь, здесь я стала мамой, здесь потрясающе. Но сейчас, наверное, было бы идеально переместить всю мою семью в мой город, в котором я родилась. Ну, это, знаете, такое как бы баловство, это лишь мои мечты. Так что вот так я вам постаралась не очень длинно, но рассказать о том, почему и как я переезжала так много раз. Надеюсь, это видео было вам интересно. Напишите мне в комментариях, как много раз вы переезжали, потому что это интересно, переезд это вот так, это круто. Если вы никогда не переезжали с одного места, то все еще впереди. Спасибо большое за просмотр, ставьте мне пальчики вверх, а я буду спать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok